Вот 10 открытых дверей для демонов, которые вам нужно закрыть прямо сейчас. В посланнике Фесянам 4.27 сказано «И не давайте место дьяволу». Некоторые люди до сих пор с пеной рта доказывают, что у христиан не может быть демонов. То есть они не могут дать место, помещение, комнату в своей жизни дьяволу. Это все равно, что доказывать, что если у вас есть дом, комары или мыши никогда не смогут в него проникнуть лишь потому, что вы хороший человек или законопослушный гражданин. Но мы-то знаем, что эти отвратительные существа могут в него проникнуть, если найдут лазейку, независимо от того, хороший вы человек или плохой. Когда речь идет о духовных вопросах, мы должны понимать, что у людей в жизни могут существовать определенные открытые двери, которые дают демонам возможность войти в их жизнь. Конечно, это не значит, что из-за любой открытой двери человек автоматически будет угнетаем демонами. Но если вы заметите такие открытые двери в своей жизни, очень важно их закрыть. Как это сделать? Я расскажу об этом в конце данного видео. Но сперва давайте разберем разные виды открытых дверей. Первая дверь — так называемые родовые проклятия, из-за которых демоны переходят к человеку по наследству от его предков. В Библии сказано, что Бог наказывает беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Когда люди посвящают свою жизнь служению сатане или дьяволу, их проклятия могут прийти по наследству к их детям. Если ребенок был зачат вне брака, демон отвержения может получить к нему доступ и войти в него в утробе матери. Если родители водили ребенка к гадалкам или знахарям, чтобы те его исцелили или показали его будущее, ребенок может быть помечен дьяволом, и это может стать открытой дверью для бесовского вторжения. Вторая открытая дверь — это нежелательная беременность. Обида и чувство отвержения, которое испытывает ребенок, находясь в утробе матери, может стать открытой дверью для демонов. Некоторые матери попытались сделать аборт, но ребенок выжил, и такой ребенок может долгое время жить с чувством отвержения и даже духом отвержения, и потому нуждается в освобождении. Третья открытая дверь — это жизнь в неблагополучной семье, из-за которой ребенок может испытывать сильное давление с раннего возраста. В таких семьях царит атмосфера, которая может привлечь злых духов ненависти и гнева. Опять же, это не значит, что у каждого, кто вырос в неблагополучной семье, есть демоны. Но бывают такие случаи, когда у человека в жизни наступает момент слабости, и нечистые духи входят в его жизнь и начинают создавать в ней хаос. Четвертая открытая дверь — это участие в оккультных практиках, таких как астрология, колдовство, черная магия, белая магия, гадание, спиритизм, карты Таро, гороскопы и общение с мертвыми, а также участие в различных языческих ритуалах и прямое или косвенное поклонение дьяволу. В Ветхом Завете Бог весьма недвусмысленно сказал израильтянам, чтобы те не участвовали в обычаях и ритуалах языческих народов, потому что эти могут навлечь на себя проклятие, по сути, ступая таким образом на территорию дьявола и не только рискуя впасть в искушение, но и подвергнуться мучениям и преследованиям со стороны нечистых духов. Пятая открытая дверь — это увлечение лжерелигиями, такими как буддизм, индуизм, кундалини, даосизм, конфуцианство, свидетели и иеговы, христианская наука, учение мормонов, саентология, ислам, бахаизм, тантры, мантры, чистка чакр и многое другое. Любая лжерелигия на самом деле является религией антихриста, потому что отвергает Иисуса как Сына Божьего, Библию как Слово Божье и спасение по благодати через завершенную работу Иисуса Христа. И потому за всем этим стоят демоны, поскольку дух антихриста — это вовсе не шутки. И этот дух действует через любые лжерелигии и дает людям такое ощущение, что они участвуют в каком-то ритуале или духовной практике в попытках соединиться с божественной сущностью. Но на самом деле они лишь отдаляются таким образом от Иисуса и попадают к бесам в ловушку. Люди, которые раньше увлекались разными лжерелигиями, нередко нуждаются в освобождении. Шестая открытая дверь — это бесовские предметы, которые вы приносите в свой дом. Сила Божья может действовать через разных людей, животных или даже неодушевленные предметы. Нам известно, что Бог действовал через жезл Моисея, воды Иордана, плюновение Иисуса и платки апостола Павла и творил через них сверхъестественные чудеса. Апостол Павел во время проповеди в Ефесе побудил народ сжечь разные оккультные книги. А хан погиб, потому что принес так называемые заклятые предметы в свой шатер. Бесовские предметы, такие как книги о черной магии, амулеты, ловцы снов, доски для спиритических сеансов, карты Таро и гороскопы могут привлечь злых духов в вашу жизнь и в ваш дом. Седьмая открытая дверь — это пережитое насилие или травма. Эта дверь, скорее всего, является наиболее распространенной в странах Запада. Демоны могут проникнуть в жизнь человека через пережитое насилие, травму, чувство отвержения, изнасилование и сексуальное домогательство. Некоторые из вас могут возразить, что это крайне несправедливо, но демоны не привыкли поступать справедливо. Им просто нужны законные основания, чтобы проникнуть в жизнь человека. Жестокое обращение может стать источником душевной боли и горечи в жизни человека. И нечистые духи могут ухватиться за этот момент и вселиться в него, используя его боль и начать его угнетать. Восьмая открытая дверь — это неразборчивые половые связи. Они могут стать открытой дверью для демонов. Секс — это не только физическое, но и духовное действие, которое влияет на душу человека, то есть на его разум, волю и эмоции. Когда один человек занимается сексом с другим, они становятся одной плотью. 1 Коринфянам 6.16 Хотя презервативы и могут защитить вас от заболеваний, передающихся половым путем, они не защитят вас от демонов, передающихся половым путем. Демоны могут переходить от одного человека к другому во время полового акта. Я слышал много свидетельств людей, которые раньше служили царству тьмы и которым дьявол поручил завербовать в это царство как можно большее количество людей, занимаясь с ними сексом. Просмотр порнографии также может стать открытой дверью для таких демонов. Большинство людей, которые смотрят порнографию, могут подхватить демонов. Они сами чувствуют, что у них есть демоны, поскольку в определенный момент в них что-то вселяется. И нечто подобное произошло со мной, и поэтому я нуждался в освобождении от духа порнографии, хотя и был девственником. Из-за этого у вас в буквальном смысле этого слова может завязаться невидимый, душевный роман с изображениями, которые вы видите на экране. Девятая открытая дверь для демонов — это аборт. Когда мы несправедливо поступаем по отношению к другим людям, мы тем самым навлекаем на себя проклятие, как сказано в книге Второзакония 27.18.19. Кайн был проклят после того, как убил своего брата. Бытие 4.11.12. И аборт — это убийство чистой воды. Это не право каждой женщины, а преднамеренное, спланированное убийство, которое может навлечь на нее проклятие. Я неоднократно молился за людей, которые из-за аборта стали одержимыми или угнетаемыми дьяволом. Как вам больше нравится? Когда кто-то лишает жизни невинного, беспомощного младенца, это становится открытой дверью для всех сил царства тьмы. У нас с моей женой недавно родился ребенок. И когда она была беременна, ей делали УЗИ. И мы слышали сердцебиение нашего малыша. Моя жена чувствовала, что у нее внутри находится живой человек. И я даже мог положить руку ей на живот и почувствовать, как ребенок толкается. И в утробе матери он находится в безопасности. И ему практически ничто не должно угрожать. К сожалению, сегодня находиться в утробе матери для ребенка крайне опасно. И если вы однажды сделали аборт, я не пытаюсь навязать вам чувство вины, особенно если вы уже раскаялись за это перед Богом. И все же, аборт — это не то, чем его считают в современном обществе, а то, чем его называет Библия. То есть умышленное убийство. Сатана — отец всякой лжи и стремится лишь украсть, убить и погубить. Так что нет ничего удивительного в том, что мне приходилось молиться за людей, которые решили сделать аборт, а потом не могли спокойно спать по ночам из-за навязчивых мыслей, бесовских мучений и ночных кошмаров, поскольку демоны вошли в них в тот момент, когда они пролили невинную кровь. В итоге они получили освобождение, Бог их простил и помог восстановиться. Но аборт как раз и стал в их жизни открытой дверью для демонов. Десятая открытая дверь — это развлечения, такие как кино, телепередачи и музыка. Интересно то, что у нас в теле есть два прохода, ведущие прямо в душу, глаза и уши, через которые что-то может проникнуть в нас. И потому неудивительно, что корнем слова «развлечение» является слово «влечение», как будто кто-то начинает вести нас за собой на поводке. Вера приходит от слышания, а слышание — от слова Божьего. И поэтому, если вера может прийти от слышания, интересно, что еще может прийти от слышания? Давид говорит, не положу перед очами моими вещи непотребной. Когда мы начинаем слушать музыку, смотреть сериалы или фильмы, явно бесовские по своей природе, в которых идет речь о демонах, крови, ужасах, разврате и тому подобном, некоторые люди физически чувствуют, как после этого что-то в них вошло. На самом деле, порнографию называют фильмами для взрослых. Поэтому неудивительно, что в вас что-то может войти, когда вы начинаете ее смотреть, а именно — дух похоти. И, наконец, последняя открытая дверь — это момент слабости. Возможно, кто-то из вас скажет, «Неужели сатана может войти в человека вообще без всякой причины?» Не совсем так. Но вы должны понимать, что даже когда у сатаны нет законного права, чтобы войти в человека, он попытается воспользоваться любой удобной возможностью. В начале этого видео я процитировал отрывок из послания к Ефесянам, в котором сказано «Не давайте место дьяволу». Но в следующем стихе упоминаются разные другие моменты, такие как гнев, злоба и ругательство, из-за которых в момент слабости человек может впасть в грех. Никто из нас от этого не застрахован. Мы должны понимать, что если вы совершаете эти грехи, у вас не обязательно появится демон, но в момент слабости люди особенно уязвимы перед нечистыми духами и, по сути, дают им место в своей жизни, если поддаются искушению и начинают осознанно и регулярно грешить. Есть много примеров того, когда демонам этого было достаточно, и затем люди чувствовали, что в них что-то вселилось, ярость, злоба, и начинало периодически ими овладевать. Они любили Иисуса, ходили в церковь и старались жить для Бога, но в момент слабости что-то ими овладевало, и они говорили, «Я не могу себя контролировать, не знаю, что со мной происходит». И это может быть признаком того, что нечистый дух вошел в них в момент слабости, когда они поддались искушению, и не просто согрешили, но и позволили чему-то в себя войти. Если бы демоны не могли войти в христиан, Бог не тратил бы время и не предупреждал бы нас в Библии о том, что мы не должны давать им место. Но сам по себе этот факт является для нас предупреждением, чтобы мы всегда были бдительны, сосредоточены на Иисусе и не давали место сатане, ни с помощью законных прав, ни в момент слабости. Что же делать, если в вашей жизни есть эти открытые двери? Во-первых, покайтесь в своих собственных грехах, в грехах своих предков, если вам известно, чем они занимались, и что из этого было неугодно Господу. Мы каемся в грехах своих предков не для того, чтобы Бог их простил, избавил от участи в аду и позволил попасть на небеса, а для того, чтобы разорвать любую связь с их грехами. Во-вторых, отрекитесь от всего, что связано с оккультизмом. И для этого достаточно просто отречься от этого всего вслух. В-третьих, простите людей, которые причинили вам боль. Непрощение — одна из причин, по которой многие христиане живут в рабстве греха. Кроме этого, выбросьте любые предметы, находящиеся в вашем распоряжении, на которые Господь обратит ваше внимание, которые кажутся вам сомнительными или являются откровенно оккультными или нечистыми по своей природе. Затем, свяжите любых нечистых духов. Очень часто нам нужно для этого обратиться за помощью, чтобы кто-то за нас помолился, потому что нигде в Библии не упоминается о том, что мы можем помолиться за себя сами и таким образом получить освобождение самостоятельно. Зато в Писании сказано, чтобы мы призвали служителей и кто-то другой за нас помолился. Получить освобождение самостоятельно возможно. И у меня на канале есть другие видео на эту тему, но все же Библия учит нас, что кто-то должен нам послужить и приказать этим нечистым духом убраться из нашей жизни. У нас в церкви регулярно проходят молитвы об освобождении. Если у вас есть такая возможность, вы можете приехать к нам на молитву или пройти полный курс молитв об освобождении, в которых я молюсь вместе с вами, о том, чтобы вы получили освобождение и жили в свободе во славу Божью. Ссылки на этот курс можно найти в описании данного видео. Иисус хочет, чтобы вы жили в свободе. И Он хочет нас освободить, но также Он хочет, чтобы мы владычествовали в жизни, жили святой и праведной жизнью и сами себя оберегали от любых бесовских вторжений. Мы можем это сделать, если сосредоточимся на нем и будем жить чистой, святой и праведной жизнью. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, что сегодня вы узнали что-то новое. Сообщите мне в комментариях, какая из этих открытых дверей показалась вам самой интересной. Или, возможно, я что-то упустил, и вы, к примеру, уже получили освобождение, но раньше открыли нечистым духом дверь в свою жизнь каким-то другим способом. Напишите об этом в комментариях. Спасибо и до новых встреч.